Уже 1 сентября по дороге от Советской Армии к новой школе на 5-й просеке родители будут подвозить и провожать своих детей к учебному заведению. А пока здесь идет активное строительство. Начинается оно с устройства ливневой канализации. Объект, как говорят подрядчики, непростой. Труба пройдет на глубине 5 метров, а затем состыкуется с действующей канализацией под улицей Советской Армии. Начинаться ливневка будет от 125-го дома на 5-й просеке. По сложности объект категория 3-й. Большая глубина заложения трубы, которую сейчас мы делаем пищевку, если бы проходили туда ниже, могли ее видеть. Ну и большая стесненность для прокладки именно той канализации 300-й, которая пойдет от 125-го дома. Протяженность дороги составит более 500 метров. Здесь будут по одной полосе движения в каждом направлении тротуары, освещение и газоны. Сейчас подготовительные работы по дорожной части уже выполнены. Такие, как обрезка деревьев, которые мешают проложению, прохождению этой трассы. Где-то частично земляные работы уже выполнены, но основные работы начнутся только после того, когда мы сделаем эту ливневую канализацию. Недалеко от строительства дороги оградительными лентами окружен еще один объект. Здесь вдоль улицы Советской Армии перекладывают теплотрассу протяженностью более 600 метров. Участок непростой. Тут и перепады высот, и изгиб дороги, и трубы разного диаметра. Мы здесь начали работать с 11 июня. Соответственно, планируем закончить монтажную схему к середине июля и приступить к основанию благоустройства. На это понадобится еще где-то около 3-4 недели ориентировочно. На этом участке, как и на всех других, работы начались с монтажа временного теплопровода, чтобы не отключать в домах самарцев горячую воду. Как город готовят к зиме, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с подрядчиками, узнала о том, какие есть сложности и вопросы, а также напомнила о соблюдении графика работ. Проверила на всех самых больших объектах. Сегодня работают, как мне докладывают, подрядчики достаточно ответственны. И есть надежда, что все запланированные работы у нас будут завершены срок, а где-то и с опережением. Главой города перед подрядчиками поставлена задача закончить все работы до конца лета. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Николай Пифанов. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!